Каждый год 9 мая в России ура-патриотическая истерия достигает пика. День победы в путинской России давно перестал быть праздником со слезами на глазах, превратившись в державно-патриотический шабаш и инструмент продвижения русского мира за пределами страны. В этом году неадекватность, похоже, побила все рекорды, чего стоит хотя бы идея о включении и без того, превратившуюся в постыдный фарс-акцию «Бессмертный полк» портретов боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР. Советское мифологическое изложение Второй мировой войны логично стало ключевым элементом идеологического фундамента путинского режима. Важно отметить, что советские, а вслед за ними и путинские идеологи, совершают принципиальную подмену, говоря не о Второй мировой, а о Великой Отечественной войне. Тем самым они решают сразу две задачи. Во-первых, выводится за скобки начальный период войны, продолжавшийся с 1 сентября 1939 года до 22 июня 1941 года, на протяжении которого сталинский СССР, де юра и де факто был надежным союзником гитлеровской Германии. Печально, что сегодня все еще приходится объяснять очевидное. Отправной точкой для развязывания Второй мировой войны стало подписание пакта Молотова-Риббентропа, поэтому оба тоталитарных режима, советский и нацистский, несут равную ответственность за это преступление. Во-вторых, подмена термина «Вторая мировая война Великой Отечественной» отодвигает в тень захватническую политику сталинского режима 1939-1941 годов, а также позволяет принизить роль союзников по анти-гитлеровской коалиции, закрепив за СССР статус главного победителя нацизма. На секунду для информации. Во Второй мировой войне участвовало больше 62 стран. Народы СССР действительно совершили подвиг в той войне, заплатив за победу над нацизмом непомерную цену своей кровью. Трагизм в том, что для советского режима жизни солдат были лишь расходным материалом, средством для достижения геополитических целей. Победа над нацизмом привела к превращению половины Европы в зону советской оккупации и пролонгации кошмара ГУЛАГа на территории СССР. Сегодня же засевшие в Кремле наследники сталинских палачей и вертухаев вновь занимаются позорным модераторством, используя трагедию Второй мировой войны для легитимизации и укрепления собственной власти. После Второй мировой войны Германия и Япония прошли, хоть и не вполне добровольно, тяжелый путь покаяния. Пройдя этот путь, они сумели избавиться от демонов собственного прошлого и превратиться в успешные демократические государства со стабильными институтами. Россия после крушения СССР не отмежевалась от советского наследия, а наоборот, объявила себя наследницей преступного коммунистического режима, тем самым лишив себя возможности стать нормальной цивилизованной страной. Агрессия путинской России против Грузии и Украины, активное участие в геноциде сирийского народа, проводимого режимом Асада, различные формы гибридной войны против стран свободного мира, многочисленные преступления против собственного народа – все это прямое следствие того, что Россия так и не прошла через десоветизацию и декагабизацию через свой собственный Нюрнберг. Рано или поздно, и чем позже, тем болезней не будет этот процесс, России придется разобраться со своим прошлым и в том числе полностью переосмыслить историю Второй мировой войны, отказавшись от насквозь лживой советской мифологии. Без этого у нашей страны просто нет будущего. Гарри Каспаров Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова